МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День незалежности Республики Беларусь. У Гомеля оно началось с урочистого шестя, в делу, яким приняли больше, как 5000 человек. Шестя у День незалежности – заусюды урочистая и яскравая падея. Многие геменшане специально прочнулись ранее, как поспеть до его початку. Одны в якости глядачу, инши – як у дельники. Многие приходят темями. День незалежности – это не только агульно-республиканское свято. Для многих оно мае особистые оттенние. Это яшедно махчимость узгадать семейную историю и отдать данину поваги людям, які принесли нам незалежность. Это моя мама. Она партизанка. Я чту ее память и чту ее усилия, которые направлены будут на освобождение нашей страны. Представники областных и городских уладов, громадских организаций, працовных коллективов и молодь – около не тих, кто гонорится сегодня своей родимой и яей незалежностью. Идучих радостно патрымливают глядачи. А лишь головные люди – в этот день ветераны Великой Чинной войны. Их сустракают особливо гучными овациями. Колонна тым часам накеровывается до братской могилы советских войн и подпольщиков. Тут подчас митингу яшедно узгадываюць героичные и одночасово тяжкие и трагичные сторонки истории Гомельшины. У Великой Чинной войне наша краина и региону приватности понесли велизарные страты. И чем больше час отдаляют нас гэтые падеи, тым ярче и по устоянию згасны подзих нашего народа, який у тяжких умовах отстоял свободу и незалежность нашей родимы. Одновил с руин и попелу городы и вёски, переодолил усиня годы и теперь упэлнена идея по шляху будовництва своей державности. Новым этапом развития нашей страны стали годы независимости. За 25 прошедших лет многое изменилось. Мы окреплены как страна и как единая нация. И это великое чувство помогает с каждым годом улучшать нашу жизнь. Закрывая официйную частку святкования Дня Незалежности у Гомеля, святочный концерт. Организаторы зарабили свое особливое детализованное деяние, якое люстровывает не только творший потенциал Гомельшины, а и ее историю. Как только завершилась официйная частка мероприемства у Гомеля, Гомельшане одразу накировались на площадь и скверы, до кропок выездного гандлю и концертных сляцовок. И вот тут у человеческого на толпе добро разумеет, что День Незалежности – это еще и свято духовного яднания беларусов. Праздник идет, День Независимости, как сказала моя дочка, день рождения нашей страны. У нас прекрасная, великолепная страна, светлая, добрая, отзывченная. Ну, одно слово – Беларусь. Мне праздник очень нравится. Это праздник нашей страны, очень светлый, хороший, добрый. С праздником поздравляем! Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, Телерадио, компания «Гомель». С нагодой святкования Дня Незалежности Республики Беларусь у Гомеля разгорнулася саправды цикавая и насыщенная культурно-массовая программа. Святочные мероприемства зараз ладятся во всех кутках города, причем у каждым з них у программы мкнуться унести нечто оригинальное и неполторное. Об тем, як святкует День Незалежности у областных центров репортаж Вероники Ворошилиной. Гомельская в области, как и в целом Беларусь, зауседы славилась народными майстрами. И это еще раз подтвердили выставы роменства, майстер-классы, оригинальные тематичные пляцовки, организованные с нагодой, святкования Дня Незалежности Республики Беларусь. Все это угод культуры, выставочная и концертно-забавляльная программа в городе над Сожем отрималась по особливому пригожей, масштабной и розноплановой. Выстава соломяных и ганчарных вырубов уже ночью прогожеваний с натуральных каменев шматлики интерьерные предметы с природных материалов. На выставе город Майстро у сквера имя Грамыка представлены первоважно вырубы беларуских дизайнеров и ромесников. Выконаны у техницы хендмейт, а попростей кажучи, уластными руками. По улице Лангии Белецкого было организовано свято День вышиванки, и оно включило ретроэкспозицию живуть ромесств и протков. Обратовые гульни, майстер-классы, выставу презентацию товаров и послуг, Беларусь – это якость и стиль. Демонстрацию моделев одзения сучасных дизайнеров у национальной стилистыцы и шмат инших оригинальных тематичных пляцовок. Профессионалы на Гомишине сегодня есть во всех сферах. У народной творчести они, сдаются, могут все. От выработок лодок по старожитных технологиях до ткацтва рушников с поясами. Вот этот пояс длинный, три метра, я могу сплести за один рабочий день, если меня ничто не отвлекает. Но я художественный руководитель, я не мастер. У меня танцевальный коллектив народного бытового танца. Я шью одежду полную, я вышиваю, я плету, я вяжу, я все делаю. Разгорнулись атоматичные мероприемства с нагодой Дня незалежности Республики Беларусь и у кинотеатра имя Калинина. Тут громадянско-патриотичная акция была организована суместно коммунальным монетарным предприемством «Кинотаур» и белорусским военно-историчным клубным объединением «Гонор Мундира». На открытый плясо у цели кинотеатра ветеранов и всех присутствующих состракала выстава военной ретро-техники, амуниции, узброения часов Великой Айчинной войны. Все экспонаты, которые здесь представлены, они именно 44-му году датированы, что они могли участвовать в освобождении Республики Беларусь. За мной броневик, образца 42-го года, он участвовал в операции «Багратион» и в освобождении дошли, они до Берлина, эти машины доехали. Также все остальные ребята тоже одеты уже по униформе 44-го года. Побыль разместилась экспозиция с документальными фотосдымками солдат, офицеров и мирного насельства, які одважно змагались с ворогом. Подчас проведения патриотичной акции у кинотеатра имя Калинина усе жадаючие так само змогли подчастоваться с оправдной солдатской кашей и горбатой. Финальной часткой мероприемства стала демонстрация фильма «Беларусь. Документальная история». Мы это делаем для того, чтобы мы помнили, когда есть память, никогда не будет войны. И мы хотим, чтобы все помнили, делая такие представления, праздники. Люди, помните, и мы будем всегда жить в мире. За мир на нашей беларусской земле. Святочная программа с нагода святкования Дня незалежности Республики Беларусь зараз сладится переважно на открытых пляцовках города над Сожем, тем больше, что на двор я спрыяю этому. Тому и настрой у людей отповедны. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, Телерадоя компания «Гомель». На этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги веншуем вас с голодным державным святом – Днем Незалежности. Наш наступный выпуск новинок выйдет в эфиру 17.30. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин